Каждого абсолютно горожан, пожилого, ребенка, всех. Мы едем в Ситузе, говорим, поехал в город, мы едем в Ситузе, говорим, поехал в город. Мы все, весь город всегда на Советском. В Советском должно быть особое отношение. Тем более, что собрали более 60 тысяч подписей, дайте нам ту Советскую, которая была. Но современная жизнь требует того, что, конечно, человек где-то должен присесть. Но присесть, извините меня, не в пьючатый шалман с пивной пеной. А присесть в нормальный, красивый стационарный объект. Есть закон, в котором четко сказано, что возле стационарных объектов могут находиться небольшие красивые пчатки. Если вы мне сейчас будете говорить о том, что пирог это правильно, я вам скажу, да, качественно хорошее заведение, удобно. А пешеходный переход полностью закрыть, чтобы когда-то кого-то убило, правильно? А стоять неоформленному правильно? Совершенно нет. Ну и так дальше пришли, да? Так что пирог вы не откройте, дай вам дальше. Пирог не откройте, Юрий Александрович. А если он с нарушением, какое-то понимание? Он, во-первых, на метр ужин, во-вторых, он идет в длину элегантно, он совершенно не мешает пешеходному движению. И он там, соответственно, есть понятие в самом первом службе, не перемешивается в потоке. Туда же еду носит, через всю улицу, в тарелках и так далее. Поэтому он должен просто привести это в соответствие. Почему он не хочет? Потому что, к сожалению, это называется у нас, раньше это называлось выносная торговля, темчасово пересубна споруду. А на том числовую пересубну споруду, по закону, или тут дается, или разрешение всего лишь на один СИЗОН. Для того, чтобы ему это сделать, ему надо там очень-очень-очень приличную сумму потратить на изготовление, как ему архитектура показала. И он не гарантирован от того, что на следующий год ему это поменяемо и так далее. Поэтому ему надо в ближайшее время сделать так, чтобы возраст социальных объектов разрешить на 5 лет. Тогда он спокойно поправит, как он сам изъясняется, 20 тысяч долларов, на то, чтобы сделать красоту, удобство, уют и так далее. То есть, как бы, ну, эта проблема застарела, но все равно нам с вами советскую надо делать. И фасады на советской надо сделать. Мы на это деньги тоже предусматриваем, к сожалению, в Казачевске. И балконы все надо, вы помните, да, упавший балкон сделать. Мы не виноваты в том, что так случилось. Но, по сути, кроме того, что мы их проверяем, то эстетика же должна быть как-то. И что касается Бурлара Макарова. Мы с вами всю жизнь, мы посносили там все уже. Не, я имею в виду верхний...